К другим новостям. 776 жителей Украины по данным миграционной службы Чувашии в этом году въехали на территорию нашей республики. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Сегодня в Доме правительства прошло совещание, на котором глава республики призвал все ключевые министерства оказывать всемирную поддержку вынужденным переселенцам с Украины. С подробностями Татьяна Молокова. Андрей Фурсов, Евгений Кузенко приехали в Чувашию в середине апреля из Харькова. Рассказывают, их еще в начале весны позвали сюда друзья из Новочебоксарска. У нас в стране сложилась такая ситуация, которую вы знаете, собственно говоря, и была объявлена демобилизация. Соответственно, по нашим принципам я не смог бы стрелять, наверное, в своих братьев, сограждан. Ну и в армию, соответственно, не хотелось выходить. Это первое. Второе, это, конечно же, трудовое у нас сейчас не очень хорошо с рынком труда. То есть работа заканчивается, с деньгами в бюджете тоже не очень хорошо, а семьи кормить как-то надо. Соответственно, приняли решение ехать в Россию. Уже здесь, в России, Андрей повредил ногу и очень удивился, когда ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Абсолютно бесплатно. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, сейчас работает телефон горячей линии, куда могут обратиться беженцы с Украины и жители республики, кто готов им помочь. Мы рассмотрели возможность размещения детей без родителей в наших лагерях, особенно на период летнего отдыха и оздоровления. Порядка 50 детей в разных летних оздоровительных лагерях мы можем предоставить. Также можем разместить детей с родителями. Это дети, которые младшего школьного возраста. Пенсионеров и инвалидов готовы разместить в центрах временного проживания в районах республики. Обеспечить работой готовы и центры по трудоустройству. Сейчас в банке данных количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных. Кроме того, есть предложение о работе с проживанием. Чтобы не было дублирования, с одной стороны, лишние волокиты и размывание ответственности. То есть администрации или руководство, администрации любого муниципалитета скажут, куда они занимаются. И на этом все. Чтобы вникали, реагировали. И поэтому я говорю, надо вынести все на капру. И в простой доплачивой форме, чтобы могли пользоваться всей этой информацией, которая должна быть в доступной, открытой форме. Отзываться на просьбы о помощи попросил глава Чувашии иммиграционную службу. Сейчас за оформлением разрешения на проживание обратился 141 житель Украины. Из них из Луганской области 8 человек, из Донецкой 6. Оформить вид на жительство попросили 48 жителей Украины. А 29 обратились за российским гражданством. Это только официальные данные тех, кто пришел в органы УФМС. А в республике наверняка есть и те, кто пока никуда не обращался. Здесь мы определенным образом включали административные ресурсы. И граждане Украины в этом плане, в плане документирования данным видом разрешительных документов, получали приоритет. Андрей и Евгений пока еще не оформили документы, но планируют обратиться за получением российского гражданства и перевезти сюда семьи. В стабилизацию политической и экономической жизни на родине они уже не верят. На совещании глава Чувашии попросил все госслужбы откликаться на любую просьбу о помощи людям, которые многое потеряли на родине. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика.